Кстати, упомянутый Михаил Сергеевич Ельцин, журналист и писатель, можете поискать в сети. У него определенное мировоззрение, изложение Онова не входит в мои планы, Однако вот что он пишет в одной из своих книг, касаясь как раз некой из множества экспедиций на Гессар, под руководством ли Тацла или другой, я не знаю. Но было то, что меня не устроило в этой экспедиции. С первых же недель работы на Памире я понял, что руководство экспедиции пытается подвести факт существования снежного человека под идею реликтового гоминоида. То есть под биологическое существо. А мы, несколько человек из экспедиции, неоднократно видели совершенно необъяснимые феномены. Например, как снежный человек возникал на наших глазах из ниоткуда, а потом через какое-то время растворялся. Для биологического существа это не свойственно. Дикарь это сделать не может. Подобная манифестация, когда существо возникает из пустоты, сверкает глазами, вступает с вами в контакт, запечатлевается на пленке, а затем неожиданно исчезает, противоречит концепции реликтового гоминоида. Далее он говорит о знакомстве с уфологами Зигелем, Ажажей, их данными и что мы сделали вывод, что снежный человек, которого мы наблюдали в экспедициях на Памире, является представителем иных сфер сознания. И что существуют различные внечеловеческие сферы сознания, которые контролируют различные регионы Земли. Далее Ельцин сам себе задает вопрос, что вы называете иными сферами сознания, и пытается разными подходами пояснить, что имеет ввиду нечто непостижимое обычным мышлением. Но это отдельный разговор. В самом деле, в материалах про экспедиции на Гессарский хребет постоянно употребляется слово гоминоид. В некоторые современные словари оно проникло примерно со следующей формулировкой. Потенциально существующее человекообразное существо, живущее скрытно от людей, обладающее большим телом, обросшим густой шерстью. Или научное название человекоподобных неизвестных существ, встречающихся в малонаселенных районах Северного Кавказа, Закавказья, Памира, Тяньшаня. Это ошибочные определения. Гоминоидом в науке называется особь гоминоидов, то бишь, человекообразных. Это надсемейство узконосых обезьян строением тела, подобных человеку. Гоминоиды делятся на семейство гиббоновых и семейство гоминоидов. К гоминоидам относятся, например, шимпанзе, гориллы, орангутаны и люди. Я не зря в самой первой серии цикла сказал, что рассказывая о предмете, буду употреблять термины источников и снимаю с себя ответственность за их точность. Термин гоминоид имеет в науке четкое значение и не обозначает именно снежного человека. Но полагаю, что облик снежного человека соответствует в общих чертах гоминоиду. Вернемся же к книге Игоря Мариуса. Мало пищи для раздумий дает рассказ, как во время экспедиции Гесар-82 Ельцин и Василий Фоминых пошли на два дня в горы, дабы исследовать ранее замеченную пещеру. Предполагали, что в ней мог жить пресловутый гоминоид. Добрались туда, залезли внутрь, не описывается ни происхождение пещеры, ни ее размеры. Что же там? Сухо и чисто, будто кто прибрался. Исследователям показалось, что пол выложен из плотно подогнанных камешков. Показалось или таки выложен? Поразительная точность. Исследователи решили заночевать неподалеку, чтобы проследить, не войдет ли кто в пещеру. Мариус пишет. И вот в густых сумерках из расщелины скалы послышался треск ломаемых веток. Он приближался. Потом стало слышно гулкие звуки, тяжелые шаги гоминоида. Им, людям то бишь, стало жутко. И тут неожиданно тишину разорвал страшный громкий крик, от которого кровь стыла в жилах. От ужаса они, ну люди то бишь, вскочили на ноги и стояли неподвижно. Участники экспедиции и раньше слышали такие крики, но издалека они не казались такими страшными, как этот, что прозвучал близко. Постепенно все стихло. На рассвете крик повторился далеко в ущелье. И вот какой толк от этого рассказа? Слышали крик, шаги, видели существо? Судя по всему, нет. Зачем ходить в экспедиции, если страшно? Крик страшно. А если бы в пещере оказался гоминоид, не страшно? А вот следующий рассказ очень любопытен и возможно связан с управлением гравитацией. Мариус сообщает. Интересный случай произошел с Ларисой Орловой. Однажды она несла овощи для членов экспедиции. За ней с тяжелыми рюкзаками на плечах шли Олег Булыгин и Геннадий Скворцов. Крутой тропкой было очень тяжело подниматься. Вдруг Лариса услышала шаги, которые приближались сзади. После этого ощутила облегчение. Ее рюкзак будто кто-то поднял. Оглянувшись, она сказала, не надо, Гена, я сама. Но рядом никого не было. Геннадий и Олег отстали метров на сто. Нечто подобное случилось и с Михаилом Ельцином. Было очень тяжело идти. Вдруг кто-то словно поднял рюкзак. Михаил ощутил прилив энергии во всем теле. Так продолжалось 2-3 минуты. Потом снова наступила усталость. За 3,5 часа пути такое повторялось 5 раз. Третий аналогичный случай рассказал нам Николай Беличенко. Гидролог, который работает на метеостанции в горах. Однажды шел на станцию. Где-то на половине пути у него возникло ощущение, будто кто-то его хватает за ноги и мешает идти. На том отрезке пути был спуск, но идти было очень трудно. Это ощущение было настолько реальным, что Николай даже устал. Только метров через 100 оно прошло. Забрасывание участников экспедиции камнями и камешками принимали за предупреждение снежного человека. Мариоц пишет следующее. Группа участников экспедиции расположилась на берегу горного озера. Они бывали тут и раньше. Поставили палатки. Одним вечером дежурные пошли к озеру мыть посуду. Только лишь пристроились возле воды, как вдруг в нее начали падать камешки. Причем все ближе и ближе к людям. Вокруг никого не было видно. Дежурные встревожились и решили вернуться к палаткам. Когда все собрались возле костра, то стали выяснять, может камешки кидал кто-то из присутствовавших. Оказалось, что в то время на озеро никто не ходил и, понятно, камешки воду не бросал. Наконец, решили пойти туда еще раз. Когда пришли, то заметили, что в озере прибывает вода. Все быстро вернулись к палаткам и начали срочно их переносить, несмотря на позднее время и темноту. Затем вода залила то место, где еще недавно стояли палатки и лежали разные вещи. Члены группы решили, что, возможно, то снежный человек предупредил их про затопление. В другой раз участники экспедиции хотели набрать воду из родника, но снова были забросаны камешками. Неким образом проведя анализ воды, исследователи обнаружили, что в ней много вредных примесей, каких именно Мариус не уточняет, и предположили, что, отгоняя от родника швырянием камней, гоминоид заботился таким образом о здоровье людей. Далее в книге идет раздел «Отрывки из дневника экспедиции Гессар-87» или «Снежный человек глазами экстрасенса», из чего делаю вывод, что Игорь Мариус и есть этот самый экстрасенс. Поначалу ничего особого он не пишет. Вот Тацел проводит эксперимент, забегает перед идущими вперед, садится на камень в нескольких метрах от тропы, а члены экспедиции проходят мимо, не замечая его, и Тацел справедливо негодует. Как же вы можете искать снежного человека, если меня в двух метрах не заметили? Затем Мариус описывает случаи кидания камешков неизвестным, когда исследователи включали музыку с магнитофона. Один раз это случилось при экстрасенсе, другой раз в 1982 году. Причем, когда магнитофон выключали, обстреливание камешками прекращалось. Я читал книгу Мариуса и ждал каких-то его экстрасенсорных восприятий. Ждал описаний левитации в палатке, телепортации, всего того, о чем отрывочно сообщали разные источники, ссылаясь именно на легендарные экспедиции Игоря Тацла. Наконец, я ожидал проявления телепатических способностей самого Тацла. Вместо этого Мариус повествует о падающих камешках, о том, как исследователи ощущают на себе чей-то взгляд. Да и вообще, подмечая какие-то довольно обыденные вещи, Тацел придавал им определенную трактовку. Увидели некие крутые боковые тропки. Ага, это снежный человек на пятках съезжает, как на лыжах, дескать, о роговели. И тут же в следующем абзаце Мариус со слов Тацла говорит о неких мягких подушках на подошвах снежного человека. Вы уж определитесь, о роговевшие или мягкие. А вот Мариус унюхивает, как он пишет, знакомый запах гоминоида. Запах этот, неким образом, подобно тучке, несмотря на ветер, завис в метре от земли. Мариус зовет Тацла, и они обнюхивают участок местности, определяя область распространения вони. Листаю отрывки из дневника далее. Утром Мариус и Тацел отправились в лагерь участников экспедиции из Запорожья. Приближаясь, заметили, что одна из палаток сложилась. Тацел говорит, это гоминоид порвал растяжку. Дескать, не хочет, чтобы тут стояла палатка. А запорожцы зачарованно поддакивают. Вот, а прежде того, в нас кто-то камешки кидал. О пресловутых камешках. Я вполне допускаю, что на склонах Гессарского хребта возможен эдакий природный полтергейст. Или, что в самом деле, загадочное существо, набрав горсть камней, находит возможность скрыться от взора наблюдателей и досаждать им метанием камешков. Но я читал про эти камешки и кое-что другое. Есть такой документальный роман эмигранта Михаила Литвинского, называется «Я агосфер», изданный в 2012 году. Литвинский предваряет его так. В 80-е годы у меня было почти все, что составляет счастье простого человека. Любимая женщина, дети, верные друзья и работа горнолыжным инструктором и фотографом. Иногда казалось, что я сплю обутым в лыжные ботинки, с лыжами на ногах и с фотоаппаратом на изготовку. Я был счастлив, но у первого президента СССР в это же самое время были свои планы. Все изменилось, грянула перестройка, исчезла работа, товары с прилавков смело, как метлой, катаклизмы охватили всю территорию государства, которое разваливалось на глазах, как сломанный автобус. И вот в бытность Литвинского, еще гражданином Советского Союза, он принял участие в одной из экспедиций Игоря Тацла. Литвинский, инструктор горнолыжного спорта, из Душанбе добирается до Альп-лагеря Варзоб, где, как мы помним, я когда работал инструктором Тацел. Спрашивает по пути дорогу. Ребята, как попасть в Варзобское ущелье? Вам надо ехать до остановки Водонасосная станция, пятым автобусом. Там и будет вход в ущелье, сказали хором ребята. В самом ущелье я пытаюсь идти по маршруту, который составил для меня начальник экспедиции, чех по имени Тацел. На карте обозначен единственный ручей, а на деле я перехожу уже несколько таких ручьев, поднимаясь все выше и выше, пытаясь найти наиболее узкую часть. Так я оказываюсь под ледником и понимаю, что окончательно заблудился. Надо устраивать свой рюкзак и бежать вниз налегке, иначе окажусь в темноте и поймаю холодную ночевку. Оставив рюкзак в эдаком лабазе, Литвинский спустился вниз, где пытался заночевать. Однако не спалось, начало светать, он пошел дальше у ручья, напугав двух рыбаков. Заметив меня, один из них достал нож из рюкзака, а потом, видимо, приняв меня за черного альпиниста, оба скрылись из виду. Кажется, тамошние люди боятся не только гоминоидов, но и зловещего черного альпиниста. Вскоре Литвинский добрался таки до лагеря Варзоб, там никого не было, и альпинист, приняв душ, лег спать. Когда проснулся, в лагере уже появились люди. Я поел и вышел в центр площади для построения. Не поверил своим глазам. Тацил, начальник моей экспедиции, и с ним двое ребят-альпинистов. А, вот вы где, обрадовались они, а мы тебя третий день ждем с продуктами. Рюкзак мой эти ребята снимали с горы до самого вечера. Там, где я прятал рюкзак, прошел сель, камнепад. Но, к моему счастью, рюкзак остался на прежнем месте. На следующий день нас ожидал приятный сюрприз. На большой площадке, где с вечера Тацил с группой разравнивали песок, мы обнаружили следы снежного человека. Это был след огромной широкой стопы, больше, чем мои кроссовки 45-го размера, с прямыми короткими пальцами. Прямо от центральной площади нашего лагеря следы вели к реке, мимо моей палатки. Я даже стал припоминать, что слышал чей-то шорох ночью за палаткой. Нам удалось сделать гипсовый отпечаток и фотографию, которую позднее опубликовали в газете «Комсомольская правда». Адами Сахраи, так называют снежного человека в Таджикистане. По словам Гелоны, это он сбивал меня с пути и водил кругами по тропам Варзобского ущелья. Мы уже помним из прошлых серий о Гелеоне Сифоровой. Литвинский продолжает. Гелеона Сифорова, или Сифорова, я не знаю, как ставить правильное ударение. Моя давняя подруга, с которой я знаком по Приэльбрусью еще с 1967 года. Горнолыжный и пешеходный инструктор, художник-график, поэтесса, экстрасенс. Она до сих пор регулярно посещает семинары по проблеме снежного человека. Несколько раз была участником экспедиции в Фанские горы. Когда Гелеона похвастала, что ее давний приятель Чех Тацел пригласил ее в ущелье Варзоб в экспедицию по следам снежного человека, я, незадумываясь, попросился в одну из них. Гелеона часто рассказывала, что лично видела снежного человека. А наш проводник Раим как-то поведал мне по секрету, что часто дурачил участников экспедиции, имитируя снежного человека, забрасывая группу камнями на стоянке во время обеда. Тогда-то я и подумал о том, что другие, в кавычке взяты, очевидцы, попросту могли стать жертвами каких-нибудь подобных шуток, навсегда поверив, что лично встречались со снежным человеком. Но вернемся к выдержкам из дневника Мариуса. Наконец он повествует о встрече с гоминоидом, правда, не личной. Поздно вечером один из членов экспедиции, Ярослав Петров, пошел с чайником за водой к речке. Тут из кустов вышел гоминоид, и Петров побежал назад к лагерю, там вскочил в палатку, где хранились продукты, и забился в самый дальний угол. Можно ли верить свидетельству Петрова? Я не знаю. Дневник Мариуса, приведенный в более-менее литературный вид, рассказывает еще о слышимых свистах, приписываемых гоминоиду, примятой траве, приписываемой ему же. Гоминоид, по мнению Мариуса, подбадривал его свистом на подъеме горной тропой, предусмотрительно разложив по ходу следования на больших камнях маленькие, остриями указывая путь. Шествуя таким образом, Мариус постоянно ощущал характерный запах гоминоида. Тацелл постоянно выступал в роли толкователя, эдакого жреца, но даже и он порой терялся в загадках. Вот Мариусу приснилось, что гоминоид тащит его за руки. Проснувшись утром, Мариус обнаружил у себя на руках темные пятна, похожие на родинки. Семь штук, каждая размером в одну копейку. Тацелл, поглядев на них, сказал, «У гоминоидов есть много таинственного, неизвестного нам. Эти пятна – результат непознанных нами их возможностей». Пятна держались на руках Мариуса недели две, не болели, потом постепенно исчезли. Меня мучают вопросы, чем же ночью Мариусу руки мазали? Наверное, йодом? А может, зря я сомневаюсь, надо верить Тацеллу. И в самом деле на грани сна и бодрствования Мариусу тянул за руки гоминоид, оставляя загадочные следы. Дальнейшие страницы дневника Мариуса насыщены подобного рода вещами. Обычным событием придается едва не священное значение. На камне в лагере обнаружили помидор, который кто-то достал из пакета Мариуса. Недоумевают. Кто же мог положить помидор на камень? Конечно же гоминоид. Некто открыл ночью застежку пологополадки. Дело рук гоминоида. Разгорелся едва тлеющий костер. Снова гоминоид старается. А вот Тацелл и Мариус находят за палаткой, очищенную от коры, вонючую запах гоминоида, палочку. Мариус делает вывод. Это снежный человек приглашает в горы. Тацелл возражает. Я не могу позволить идти вам одному. Это противоречит правилам технической безопасности. Они спорят, потом договариваются, что Мариус пойдет в горы, а Тацелл будет наблюдать за ним из бинокля. Мариус лезет по склону в предвосхищении встречи со снежным человеком. Вдруг к ногам Мариуса со скалы или еще откуда-то упала еще одна очищенная вонючая палочка. А задаченный Мариус полез вниз, к лагерю. В другой раз Мариус в темноте приметил перемещение светлячка. Траектории показались ему странными. Он подумал, что это светлячком размахивает гоминоид. Выслушав рассказ Мариуса, Тацелл поведал ему историю похлеще. Как в 1981 году члены экспедиции Неупокоева, Румянцев, Гушарский и Гринёва буквально в 20 метрах от себя видели гоминоида, а тот держал в руке целую горсть светлячков, которую люди приняли сначала за светящийся шар с огоньками. Далее Мариус описывает в своей книге приключения четырехлетнего на 1987 год Максима, сына уже известной нам Нины Гринёвой. Ночью мальчик вылез из палатки, обнаружил перед нею свои игрушки, а также некое большое и волосатое существо, похожее на медвежонка. Существо жестом пригласило Максима поиграть, тот испугался и заплакал, а существо начало бормотать, прыгать и потом ушло. Мальчик почему-то называл это существо «дружище». Утром исследователи обнюхали место, где, по рассказу Максима, находился «дружище». Там пахло, конечно же, гоминоидом. Этому можно поверить. Но зачем Мариус продолжает насыщать свою книгу совершенно бытовыми мелочами, преподнося их как невероятные происшествия? Вот Тацил и Мариус увидели два сломанных растения, борщевника. Толкование. Это гоминоид сломал. Затем Тацил находит возле палатки потерянные носки Мариуса. Конечно, это гоминоид. Их нашел и вернул. При этом, когда Мариус однажды ночью якобы увидел гоминоида, если быть точным, то некое темное пятно, имеющее контуры гоминоида, Тацил ему не поверил. Продолжение следует...